The Emperor has been expecting you. Итак, в прошлом видео, которое вы можете посмотреть по ссылке, мы упомянули некий ценный ресурс, который Первый Орден в числе прочих полезных ископаемых обнаружил на планете, которая впоследствии и стала базой Старкиллер и которую мы условно окрестили Бродягой. У этого ресурса, в отличие от знаменитых Кайбер-кристаллов, нет определенного названия, и известны они только как некие поглощающие-предающие кристаллы, поэтому давайте назовем их, ну, абсурд-традициарные. Короче, пока Лукасфильм не дал нам официального названия, просто будем называть их Кристаллами Старкиллера. И да, также необходимо упомянуть, что информация по поводу Бродяги была обновлена с декабря 2015 года, и Галактическая Империя все же посещала Бродягу в период строительства Звезды Смерти, и да, было изрядное количество Кайбера для станции. Таким образом, факты с предыдущего видео о том, что Первый Орден обнаружил планету самостоятельно, стоит отбросить, поскольку именно из Имперских архивов, о которых упоминал Кайло Рен, Первый Орден и узнал о Бродяге, о возможных других планетах неизведанных регионах, славящихся самыми разными месторождениями, которых в Старом Каноне осталось великое множество. Итак, Империю интересовал лишь Кайбер, и его оставалось на Бродяге достаточно, даже когда имперцы грабили Джеду и другие миры, что могло быть связано с трудностями добычи либо транспортировки, поэтому предпочтение отдавалось поставкам из других регионов. Нет достоверных сведений о строительстве Второй Звезды Смерти, но известно, что Первая содержала в том числе и Кайбер с Бродяги, а вот после уничтожения обеих вышеназванных Звезд Смерти и завершения Галактической и Гражданской войны Первый Орден закрепился в неизведанных регионах и возобновил добычу на планете. Добыв оставшийся Кайбер, последователи Империи использовали его в строительстве некоторых крупных кораблей. Справочники не уточняют, как их именно, но если нас ждёт нечто вроде затмений или владык, то нам будет интересно на это посмотреть. Впрочем, сегодня у нас речь идёт не об устаревшей технологии использования Кайберов, а о способах, которыми сама база Старкиллер стреляла через всю Галактику быстрее от скорости света. Разведывая новые месторождения, геологи Первого Ордена обнаружили неизвестный минерал с не до конца изученными свойствами. Как оказалось, на Бродяге располагались богатейшие залежи кристалла, которые мы для удобства называем кристаллами Старкиллера, чтобы не путать их с Кайбер-кристаллами. Через некоторое время руководимый Сноуком Орден с большим энтузиазмом начал добывать и изучать недавно обнаружен ресурс. Можно даже предположить, что орудия базы и её впускное отверстие изначально были шахтами глубинного бурения, доведёнными до ядра, но эти посылки на данный момент не являются подтверждёнными. Открытый минерал обладал широкими возможностями промышленного применения в различных областях, обладая способностью поглощать и преобразовывать самые различные виды материи и энергии. Его можно сравнить с почитаемым в средние века алхимиками философским камнем – веществом, по легенде превращающим кристалл, буквально что угодно, во что угодно. Благодаря перечисленным качествам кристалл Старкиллера открывал огромные перспективы не только в военном, но и в мирном применении. Неудивительно, что галактические элиты, посвящённые в подробности находки, начали активно поддерживать Первый Орден и готовы были драться за поставки кристаллов. У режима, тем не менее, были свои планы на ресурс, и мы знаем какие. Почти все найденные запасы были использованы для строительства супероружия. Кристалл Старкиллера потреблял солнечную энергию в двух режимах. В первом, назовём его дежурным, вещество отсекало часть света с поверхности ближайшей звезды, накапливая полученную энергию и перенаправляя в системы базы. Второй режим, боевой, применялся в двух случаях – при поглощении светила и выстрели. Третий режим можно назвать смешанным – звезда располагалась в утробе Старкиллера, отапливая при этом базу изнутри. Часть излучения забиралась для нужд станции, включая путешествие через гиперпространство, а остальное возвращалось в источник. До определённого порога кристалл мог запасать энергию без каких-либо вспомогательных устройств. После перенасыщения кристалла Старкиллера он требовал специального сдерживающего экрана, схожего по конструкции с полем, в котором, к примеру, держали Оби-Вана в плену на Джоанозисе, но, разумеется, имеющего мощность на несколько порядков больше. Экран работал на самоподхвате, т.е. запитывался энергией солнечной субстанции, которую сдерживал. Наконец, когда звезда целиком была поглощена, мощности поля не хватало для удержания пульсирующей субстанции. Чтобы не увеличивать конструкцию и потребление энергии, проблему решали при помощи термального осциллятора – устройства, компенсирующего колебания в полученном из звезды объекте, таким образом стабилизируя его. Вопреки расхожему заблуждению, кристалл Старкиллера не просто сжимал звезды, в этом случае в недрах планеты сформировалась бы нейтронная звезда либо черная дыра, вызвав гравитационный коллапс. Он взаимодействовал с материей особым образом, который в новом каноне назвали квинтэссенцией. А, так вот с кого Дисней срисовал Кайло Рен и его рыцарей. Итак, действуя в пограничных измерениях, он потреблял особый вид энергии – темную энергию, которая, в отличие от видимого света, собираемого обычными солнечными панелями, попадала непосредственно в кристалл даже с расстояния в несколько астрономических единиц. Причиной тому был, если можно так выразиться, второй слой гиперпространства, открытый учеными Первого Ордена на Бродяге и названы Субгиперпространством, то есть Подгиперпространством. И пока вы не ушли с зевоты от обзора, давайте выразимся более простыми словами. А именно, Субгипер позволял создателям устройства играть в Бога, проделывая с пространством поистине потрясающие вещи. От изменения пути света так, чтобы тот попадал прямо в генератор, до заключения звезды целиком в некий подпространственный карман, которым являлась ловушка в ядре Старкиллера. Полученная внутрипланетная аномалия не подчинялась классическим законам астрофизики, поэтому могла длительное время существовать с минимальным потреблением мощности формирующим устройством, не причиняя никакого вреда базе. На залпе стоит остановиться подробнее. Для выстрела маршевые двигатели поворачивали Старкиллер подобно артиллерийскому орудию. Затем рассчитывались траектория луча, на основе чего строился оптимальный маршрут до цели, согласно которому формировался туннель. Перегруженный на пределе своего агрегатного состояния, кристалл Старкиллера преобразовал запасенный заряд из темной формы в фантомную — пучок сверхсветовых частиц, устремлявшийся к цели быстрее, чем смог бы любой космолет, поскольку не сжимал, а напрямую разрывал межзвездные расстояния. Фантомный залп мог ограниченно управляться, огибая препятствия на пути, которыми в измерении квинтэссенции могли стать только случайные звезды, а также разделяться при попадании, растекаясь по Сабгиперу, как реки по руслам. Полет пучка, а также попадание и последующие разрушения рождали фантомную зорницу — вторичное тахионное излучение, которое пронизывало галактику и попадало в видимый спектр, проходя через любые виды атмосфер, что позволяло увидеть взрыв практически мгновенно с других планет и с борта космических кораблей. По той же причине можно было увидеть трассу выстрела, а также поток звездного вещества во время поглощения. На момент создания Старкиллера научный прорыв Первого Ордена ограничился перемещением через Сабгипер только элементарных частиц. Но исследования продолжались, а значит, прыжки могли стать впоследствии доступны и молекулярным объектам, таким как звездолеты. База Старкиллер прибыла в свое последнее местонахождение уже полностью заряженной, поглотив звезду, вокруг которой, судя по всему, она обращалась ранее. Поскольку для выстрела по небольшой системе Эллиниум, где располагался штаб сопротивления, потребовалось целиком поглотить Желтого Карлика, можно только догадываться, каких размеров светило потребовалось на предыдущий залп по системе Хосниан Прайм. Насколько нам известно, все найденные Первым Орденом кристаллы Старкиллера сгорели вместе с их базой, хотя вполне возможно, что данный минерал существовал и на других мирах, либо же часть успели вывести с бродяги, и мы еще услышим об этом феномене далекой галактики. Если вы хотите знать больше о том, как создавался Первый Орден, подробности об устройстве базы Старкиллер или даже природных аналогах данного объекта в нашей галактике, ставьте лайки данному видео и не забудьте написать комментарий под данным видео по любому поводу. Отдельное спасибо Сергею Гончарову и Георгию Завадскому за помощь в создании данного обзора. Всем спасибо за просмотр и да пребудет с вами Сила! Всегда! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok